Я бы хотел разобраться для себя сначала, что же такое паблика, как он взаимодействует с городской средой, какова здесь, может быть, должна быть роль бизнеса. И сегодня, собственно говоря, здесь собрались представители бизнеса, но в основном и вообще прежде всего бизнеса строительного, который, видимо, должен выступить локомотивом определенных процессов. Что это за процессы, какими они должны быть, как должны выстраиваться, вот об этом мы поговорим. Потому что, ну тут возникает сразу несколько вопросов, которые по большому счету на поверхности. Для бизнеса паблика это некий маркетинговый инструмент, при помощи которого он хочет делать дополнительные деньги. Это способ коммуникации с обществом, это способ самовыражения отдельных менеджеров, топ-менеджеров этого бизнеса и так далее. Может быть, это попытка создать какую-то креативную среду, опять же, дополнительную стоимость для той территории, которую этот бизнес продает, если мы говорим о бизнесе строительном. Ну, в общем, я думаю так. Каждый из здесь присутствующих экспертов выскажется. Мы зададим им вопросы, может быть, о чем-то поспорим. Я не знаю, стоит ли мне представить всех спикеров по очереди, но я думаю, да, это стоит сделать. Значит, с нами Никита Харрисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс», руководитель Уральского паблика в фестивале «Учёв». Да, спонсор моей футболки, в частности, и Никитиной тоже. Я вообще, кстати, занял самое козырное место. Раскачивающийся модератор, я не знаю, такое здесь было или нет. Лишь бы выдержало, я надеюсь, выдержал. Сергей Ермак, так вот мы по флангам пошли, да. Руководитель пресс-службы компании «Брусника». И сегодня «Брусника» ещё там опять купила. А Сергей об этом уже в соцсетях отчитался. Вот расскажет, что нам там паблик-карты в каком-то виде будет предусмотрены или нет. Или арт, но не паблик. Мария Дружинина, руководитель отдела рекламы, маркетинга «Атлас Девелопмент». Добрый вечер. Юлия Широкова, руководитель отдела маркетинга «ЮИД» в Екатеринбурге. Привет. Наталья Шахова, бренд-менеджер девелоперской компании «Первостроитель». Очень мне нравится это название, прям такое цепляющее. Александр Цариков, культуролог, преподаватель Уральского федерального университета. Что и кому он преподнаёт, не знаю, может быть, расскажет. Артём Антипин, куратор фестиваля «ЧО». Заместитель заветующего уральского филиала «Институт имени Пушкина» ТГЦСИ в Екатеринбурге. Ну, собственно, давайте начинать. Никит, если ты не против, я бы тебе слово предоставил для начала. Может быть, задашь градус нашей дискуссии и основную проблематику обозначишь? По крайней мере, как ты её думаешь? Ну, давайте я бы, наверное, сначала рассказал об опыте «Атома» в пабликации. Наверное, он самый длинный и долгий. Можно попросить кликер? Да, сейчас тебе его передадут. Вообще, опыт компонентов «Стройкомплекс» в пабликации начался почти 20 лет назад. Начался он... С чего же он начался после «Атаза»? Боже мой, какая интрига появилась. Ну, и из дома Сера Стянова. Так, Ян, тогда можно я тебя попрошу? Что нужно? Кликер куда-то принести? Начался он с всем известного объекта памятник клавиатуры, который был сделан совместно как раз случайно. Это было в Венецкой ЦСИ в Египетеринбурге. с теми институциями, с которыми мы делаем фестиваль этого года. И, наверное, я бы вообще этот объект поставил такой как пример пабликарта в Египетеринбурге. То есть объект, который уже неразрывно связан с городом, становится его символом, собирает вокруг себя сообщество, то есть есть прямо сообщество программистов, которые в прошлом году, которые курируют этот памятник, которые в прошлом году его очистили, перекрасили. Нам с объектами фестиваля «Чур» еще далеко. Я думаю, что до такого уровня, но мы надеемся, конечно, на него выйти. Еще один объект, который мы делали со словами ПТРК, делали его рядом с местом, где должен был быть построен дворец водных видов спорта у Набережной Сити. Там как раз было вкопано около 20 бетонных свайпот. Почти, а где именно это на Набережной Сити? Это около Жулли. Это около «Чемпион Парк», то есть вот «Щокса». А, понятно, там ближе уже к ЦПКО получается. Да. И мы со словами ПТРК сделали там, он раскрасил эти бетонные свайпот небоскребы. То есть проект был одновременно такой и рекламный, то есть продвигал небоскребы «Чемпион Парк», и в то же время нам хотелось вот этот пустырь как-то оживить, привлечь туда аудиторию, то есть сквозь него никто не ходил. Мы благоустроили там дорожку, вот создали такие объекты. Вот. И, ну, и дальше наша история начинается. Это все-таки Павлингард фестиваль «Чемпион», который мы впервые провели в том году. В том году он проходил таком, под знаком известных российских художников Андрея Бартенева, Покраса Лампаса, Артем Стефанов был один и единственный уральский художник. Вот. Роман Ерваков, который в этом году очень громко гремел со своей инсталляцией в Москве. А, вот еще и, ну, пожалуй, одна из самых удачных работ прошлого года, работа команды «Спектр», да, посвященная Азабоевой Екатеринбурга. И после этого мы задумались, то есть было красиво, по масштабу хорошо и ярко, но нам лично не хватало какого-то смысла. И мы дальше, и в следующем году мы подумали, что у нас такой был девиз, даже внутренний, да, меньше понтов и больше смысла. То есть все-таки у нас уральский, да, фестиваль паблик-арта, который транслирует уральскую идентичность. И, конечно, в этом году мы привлекли, прошлый год мы делали со стенографией, с командой, в этом году мы привлекли команду КТС в Катеринбурге и стали работать больше с уральскими художниками, постарались выстроить вокруг каждого объекта какую-то более такую смысловую публичную программу. Это объект с сыровым бантиком, который мы делали из переплавленных алюминиевых банок и заводских деталей. Это объект надувные колонны, которые мы презентовали в Красном Форуме 100+. Тоже объект надувная гора, который расположен на Уралмаш в кинокультурном центре Омега, и для которого мы также проводили творческий лагерь. Дети вместе с художниками создавали жителей этой горы такие надувные игрушки, созданные из вторичных материалов. Также у нас еще планируется презентация объекта Эдуарда Кубенского, Сергея Лавушкина и Алексея Мартица из Красноярска. Ну и вот почему я как бы вообще зачем вы собрали здесь? Все-таки девелоперы у нас в Екатеринбурге это такие драйверы развития, те, кто преобразует в первую очередь городскую среду. И вот здесь, мне кажется, очень важно в таком инструменте, как Павликарт, я не зря собрал здесь пиарщиков, маркетологов, все-таки, а они в том числе драйверы развития в девелоперских компаниях, что здесь очень важно договориться о каких-то правилах игры Павликарт, чтобы правильно использовать этот инструмент во благо, да, потому что очень большая вероятность того, то если каждый сейчас начнет ставить арт-омьет тут, арт-омьет там, памятник, деньги Бухину тут, там, еще что, да, то мы рискуем просто засорить нашу среду, да, вернуться, не знаю, кто-нибудь был в Сочи там в этом году, да, то есть, вы представляете, да, то есть, это автовокзал Екатеринбурга пятилетней давности. То же самое может случиться и с Павликартом, да, то есть, мы, по сути, дискредитируем такой крутой инструмент, то есть, когда мы бываем в Европе, это все смотрится красиво, органично, и вот здесь, мне кажется, нам важно очень обсудить и сделать так, чтобы это работало на нас, а не против нас. Ну, это крутой заход, Никита, у тебя у самого есть ответы на эти вопросы или тебе как раз важно их поставить? Потому что, может быть, вы со мной не согласитесь, мне кажется, пока еще рано суетиться, кроме вас, по большому счету, так вот, системным развитиям, если я не прав, вы меня сейчас поправите, ладно, выходом именно системным в эту сторону, мне кажется, мало кто занимается, может быть, даже вообще никто. так пускай, может быть, люди сделают какие-то шаги сами, набьют шишки, ну и, собственно, этот процесс как-то вот сам собой устаканится, а мы вот так вот заранее начинаем. Вот лучше заранее, да, то есть, так, ну мы же сегодня и регламентируем, да, давайте подпишем мне Баранта, мы будем по нему жить, да? Не будем подписывать? Ну что тут у меня так? А, это не... А уже на подпись готова? Сейчас сделаю. Потому что у нас же, вы знаете, да, сегодня еще рано, завтра уже поздно. Ну это да, это по-нашему, по-российски. У меня к тебе еще один вопрос вдогонку. Я думаю, у наших, у наших публик тоже. Вот объясни вот эта вот история с паблик-картом, атомстройкомплексом, она для чего? Как вы на этот вопрос отвечаете? Вот тут я несколько вариантов предложил, это хитрый маркет какой-то, или вы городу хорошо делаете? Или там, не знаю, это надо персональной Никите, и он увлек этой идеей остальных топ-менеджеров? Ну, тут как бы единственной верной цели нет, да, то есть изначально в прошлом году, в принципе, почему мы провели первый фестиваль, была очень тривиальная цель. В прошлом году наша компания исполнялась 25 лет, вы думали, как отпраздновать свои юбилы. Аплодисменты где? Вот, спасибо. Были идеи, например, устроить концерт группы «Чай» для всего города бесплатно. Ничего себе, вот это рентально в стадионе. нескольких. Ну, что-то тому подобное. А потом, вообще, тут уже скрещивается с моей позицией. Я всегда стараюсь как бы приносить какую-то пользу, чтобы проекты были не просто рекламными, оставляли какой-то след, при этом как-то улучшали жизнь людей. и пришла в голову, конечно, как бы тут же всплылся эффект памяти к плавиатуре. Пришла идея нам сделать какой-то фестиваль арт-объектов, посвященный, опять же, уральской идентичности. Вы хитренькие, вы все тут соединили, что только можно, и вступили на эту площадку, пока она фактически свободна. Окей, ответил. Ответил? Давайте, если Никита не против, я бы хотел предоставить слово следующему спикеру, кто бы это мог сделать. Ну, давайте по флангам пойдем. Сергей, ты готов что-нибудь сказать? Ты так задумчиво сидишь, куда-то смотришь. Могу свой минар. Там на кнопочку нажми, ну, нет. Ага. Спасибо. У меня тоже тоже есть презентация. Видимо, надо ее поставить и прокручивать, когда я буду говорить дальше. Так сейчас надо делать. Давай, пока я ищу презентацию. Да, это заступительное слово. Перед тем, он ее загрузит, я, вот, видео специально под Сашину шапку сделал презентацию. Ну, Света вообще другой. Ну, блин, не получилось. Отвечая на твой вопрос, что это, да, для застройщика социальная нагрузка, ценности, или там коммерция и прочее, а переключается, да? О, поехал. Вот, что это такое? Ну, в первую очередь, это, безусловно, социальная история, которая очень близка, ну, и компании ее делают, с моей точки зрения, по крайней мере, брусника это делает, потому что это близко ее ценностям. Ну, вот мы такая урбанистическая компания, которая пытается сделать среду лучше, да, как-то поменять мир вокруг себя, каким-то образом улучшить, заставить людей задуматься, родить у них какие-то эмоции, пабликаты, вообще любая художественная история, она к этому очень сильно близка. Но, конечно, мы преследуем потом уже, во вторую очередь, коммерческие цели, да, потому что понятно, что привлекая там пабликаты, вступая в какие-то художественные истории, мы, конечно, пытаемся этим привлечь людей, ну, потребителей, да, которые скажут, ой, ничего себе, ты, значит, брусника сделала, ну, такая уж, наверное, и хребовая компания, наверное, можно подумать, купить у нее квартиру, да, но, опять-таки, это во вторую, и вот, сейчас я расскажу три, четыре истории, три здесь будут, они успешные, одна неудачная, с точки зрения пабликата, я скажу, почему, да, и почему здесь очень важно скрещение социального и коммерческого. Ну, то есть, у нас было три истории, первая, она была про нашу рекламу в двадцатом году, после того, как девочка с пальцем вышла, у нас были и другие, в общем, рекламные компании, посвященные, значит, брусники, они были про то, что мы в Новосибирске, в Тюмени и в Екатеринбурге пригласили 34 художника местных и попросили их свои картины нам предоставить и использовали их, собственно, в нашей рекламе, там, с красивыми слоганами, да, потому что там красота спасет мир, там, или потому что так красиво, ну и потому что там много еще чего, вот, и это имело большой эффект, особенно потому, что мы это сделали, по-моему, в марте двадцатого года и это как раз был тот период, когда было все серо, грязно, некрасиво и вот эти картины, которые висели по городам, они каким-то образом разнообразили, были заметными, да, и вот это, наверное, был наш первый подход, ну, не то что к пабликарту, а к использованию, да, какого-то арта в публичном пространстве, кстати, ты спрашиваешь, что такое пабликарта, да, вообще в принципе, мне кажется, что это просто арт, перед которым нет границ, вот если он, там, к нему есть в Бонде Дроз, то вот этот арт это и есть пабликарта. Я думал, это вольный перевод, искусство должно принадлежать народу, пабликарта. Искусство должно принадлежать автору, народ на него пусть смотрит. Ну, вот, собственно, такие картины, выключаем. Дальше, ну, то есть, опять-таки, да, у нас нет и социального подхода, как у Атома, к этому, безусловно, и, наверное, мы никогда не устроим свой фестиваль, во-первых, потому что поляна уже занята, да, ну, во-вторых, ну, пусть, там, лучше огранилиться с Атомом, здесь я с Никитой согласен, на самом деле, что, и, ну, полностью согласен, что на самом деле лучше сейчас договориться о том, что давайте не будем делать арт на каждом свободном месте города, а как-то регулировать свои усилия с этой точки зрения. Нет, внутри своих жилых пространств нужно делать все, что хочешь, а на каких-то общественных, городских пространствах, безусловно, надо вести какую-то совместную политику. Вот, и мы помогли ребятам в Тюмени, которые проводили фестиваль «Закат», он, собственно, состоял там из лекториев, состоял из выставки, там у нас была арт-резиденция временная в одном из ангаров, который на следующий день после того, фестиваль закончился, мы снесли. Такая история, но это не памятник, не памятник архитектуры, все в порядке. Он состоял из большого количества вещей. Его посетили в районе 5 тысяч человек и, безусловно, в Тюмени, в которой на самом деле не так много происходит культурных событий, это было какое-то заметное явление и, опять-таки, это было достаточно близко нам с точки зрения идеологии, с точки зрения ценностей, поэтому мы это дело поддержали. Ну и последнее, это в Екатеринбурге. Мы давным-давно хотели поработать со стенографией, собственно, и, наконец-то, нам удалось с этой... Как-то, да, девается, в общем, фотографии, но не суть. И вот, наконец-то, нам удалось поработать со стенографией. Это было, на самом деле, не очень простое решение, потому что, с одной стороны, нам, конечно, не хочется привлекать внимание к памятникам архитектуры, которые мы купили. Ну, потому что так сложилось, что, чтобы застройщик не выкупил и чтобы он с этим не пытался с этим сделать, все, безусловно, воспринимается в штыки и все говорят, все, как бы, купил памятник, подписали приговор, до свидания, как бы, ничего не происходит. Ну, вот, а с другой стороны, хотелось как раз-таки вот эту историю, повестку городскую, ну, начать нормально вводить, потому что, вот, со стороны застройщика, да, никакой позиции, ее, в общем-то, почему-то не существует. Ну, как мне кажется, да, есть, вот, позиции общественников, которые говорят, все снесут, все разрушат, все пропало ужасно, давайте ничего не будем делать и установим так, как это было раньше, да, оппозиция девелопера, она, как бы, не слышна. Они там предпочитают отмалчиваться, мы решили, что, как бы, отмалчиваться не наш вариант, давайте что-нибудь с этим сделаем. пытались поработать со стенографией, и эта штука сейчас стоит на крыше, вот, ну, что греха таить, этот дом тоже не памятник, ну, точнее, этот дом, он-то сложно назвать, и его тоже не будет, вот, и мы эту штуковину перенесем на забор, вот, и, ну, каким-то образом она будет продолжать жить, пока мы не реконструируем полностью, собственно, этот ансамбль. Ну, и последняя история, ее здесь нет в презентации, она про арт-резиденцию. У нас в Шушинской горке была арт-резиденция. Тоже, ну, я ее прочитаю к пабликанту, несмотря на то, что она там была за дверьми, да, и к ней был не такой уж и свободный доступ, но, тем не менее, какая была идея, в 2019 году мы позвали ребят и сказали, давайте вы сделаете арт-резиденцию, у вас будут жить художники, и мы полагали, что это даст нам дополнительную ценность, что появятся такие потребители, которые будут приходить, такие, о, ничего себе, у вас еще и арт-резиденция в Шушинской горке, наукнуйся, кто бы мог подумать, господи, как круто, давайте купим здесь квартиру, вот, что это будет какой-то элемент добавленной стоимости, но, я о чем, причем я говорю в самом начале, про баланс социалки, да, и коммерческого, мы-то думали, что это нам даст коммерческую, ну, какую-то прибавку, какую-то добавленную стоимость, да, будет и определенные ценности иметь для потребителя, но, в конце концов, это все превратилось в какой-то между собойчик, причем они были известны на международном уровне, но в очень узком кругу специалистов, да, и никто, даже жители, да, не знали, что оказывается, тут есть какая-то арт-резиденция, оказывается, вот тут как бы что-то живут, они никак себе не показывали, внутри себя жили, в каком замкнутом мерке, им все нравилось, но при этом, наших маркетинговых задач они не решали абсолютно, ну, при этом мы им не говорили, правда, давайте квартиру быстро, нет, естественно, но, как бы какой-то элемент добавленной стоимости это должен был быть, но не случилось, вот, и поэтому в мае этого года арт-резиденция в основном прекратила существовать, и поэтому я как бы уверен, да, что это как в любой социальной истории, там, из инструкции памятников, как из паблика, там, как поддержка любых там художественных вещей, да, все равно экономика должна присутствовать, ну, не было, ну, как бы застройщики могут заниматься благотворительностью, да, но не всегда, и если к этой благотворительности или там, если к этому прекрасному художественному инициативе добавляется еще экономика, безусловно, это в сто раз более привлекательная история. Окей, тиктокеров надо было сажать? Да, вот этих надо было. Да, и был бы вам маркетинговый эффект. Хорошо, сейчас я хочу предоставить слово Юле Широковой, руководителю отдела маркетинга ЮИТ Викторинбург, если я ничего не путаю, ЮИТ это у нас компания как-то связанная со скандинавами, с финнами, и может быть, что-нибудь у вас есть интересное как раз в освоении вот этих пабликарт-пространств, то, что идет оттуда, и то, что можно было бы здесь каким-то образом использовать. А может быть и нет, я не знаю, как вы скажете. Всем здравствуйте, я здесь оказалась, на самом деле, случайно, и даже не понятна для себя, зашифрена, но не уйдет. Мы вас сейчас уже не отпустим. Не надо. В октябре, когда был форум 100, я увидела стенд атомской комплекса с прекрасной скульптурой из шестяных. Да, как я сейчас выяснила, я сказала, я хочу такую скульптуру к нам в жилой комплекс Раута, на сфотировке, угодить у проекта роман, всего 1 в 9. Он говорит, я знаю Никиту, обратись к нему. Ну, я подписалась скромно на Никиту в фейсбуке, и тут я увидела, что Никита устраивает, говорит, придемте, про беседы, ну, я только пойду, послушаю. Послушать меня не удалось, любит Кэтвишин, ну, расскажи нам, что же там у вас в Европе, Финляндии, где у людей по адмифарте. Я тут пришел, я запрещу в службу коммуникации. Юль, можно чуть ближе к микрофону? Да, я бы, да, спасибо. Я запрошу в службу коммуникации, и в итоге мне Никита скидывает две ссылки на наш сайт. Мы думали, вы в Финляндию сгоняете ссылки на сайт? Ну, мне пришлось сказать, что да, хорошо, я расскажу и изучить эту тему, как всегда, в последний момент. Оказалось, что в Финляндии бабы карты очень популярны, потому что мне в моих результатах не повыклили. Если надо, вот тут есть еще нажималка. Да, да, видимо туда ее надо направлять, отойдет. Да, как с ней, в ту сторону ведь надо нажимать, да? Или как направо? Меня никуда не нажимаются. О, мешка. Все работает. Обратно. Как я выяснила, что вообще в Финляндии принято угрожать строительные заборы. Угрожать граффити, причем просто так рисовать на строительном заборе граффити, это, ну, как-то мэритон, или в Европе так не принято. Поэтому художники, которые хотят разместить свои граффити на строительном заборе, они отправляют какую-то концепцию сначала, фотошопы, на рассмотрение на строительной комиссии, вот как я поняла на финском сайте. И после этого, получая разрешение, ну, как-то взаимодействуя с бизнесом, они угрожают строительные заборы. Оказалось, что именно у Юрида очень много таких работ уже на протяжении как минимум лет пяти. На сайте оказалось много информации на финском языке, которое пришлось перевести. Чуть. Вот. И я расскажу, наверное, о местных работах, которые мне не понравились. Первая из них это Розы и Тотопа. Тотопа я переводила несколько раз. Я не могла понять, что это за Тотопа. Оказалось, это мультик. Это мультик. Вот. Сама работа выполнена уличным художником. Значит, идея здесь следующая. То есть, непонятные такие вот образы, как розы, какое-то пространство перетекает в лица людей, известных, видимо, Финляндии в 20 веке и переписается с персонажем этого мультфильма. Там что-то идет о строительной технике, еще о чем-то. Вот. Здесь прекрасно на самом деле высказывание самого художника о том, как, скажем, вот эта вся пропозиция на заборе похожа на хомо строительство дома. Ну, то есть, у каждой работы есть концепция. И в итоге город решает не просто строительный забор с логотипом и без логотипа, а вот такая вот статс-история. Вот здесь еще можно рассмотреть немножко. Кто не стоит, неправильно, предмечательно. Кто не поможет? Можете мне помочь? А, вот видно, да, в ветре. Еще одна работа, это в этом году выполнена художником-егистратором проект «Ветре». Жилой комплекс и в нескольких домах расположен в Топиоле. Это наш район города рядом с Хитсом. Идея в том, что в жилой комнате расположено море, где роза ветров очень активная, и вот художница воплотила изображение ветров из таких сказочных персонажей, все это нанесла на забор. То есть здесь у нас и шляпы, флаги, лодки, то есть какие-то такие вот мультимые истории. Все это также нанесено на настоятельном заборе. Кроме того, есть много других жилых комплексов, построенных из Юри, которые уже построены, в которых организованы так или иначе различные паблик армии. Все это с помощью художников делается известным для людей, либо архитектором, либо скульптором. Вот одна из работ это часть фасада украшенная, выполненная из тонувших взлетов и переработанного стекла. Ну то есть тоже на берегу моря, живой комплекс уже построен и как интерьерные композиции такие вещи не будут. Один из объектов, он сейчас только начисло строительство. Здесь вообще планируется, что четыре различных художника будут воплощать разные пабликарты. То есть это будут и на детских площадках какие-то скульптуры, это будут на фасадах также выполненные архопедки. Ну, о нем пока информации мало, там больше информации о художниках. На самом деле на сайте можно найти очень много интересного. На финском сайте об этом много новостей. То есть еще я прям увлеклась. Когда я началась закупить, я увлеклась. Я поняла, что Финляндия и концерт Юйд действительно этим очень активно занимается. Что я думаю по поводу здесь в России честно говоря я не знаю почему мы этим здесь не занимались. Мне сама идея очень нравится и как маркетологу. Действительно вот сейчас думаю может быть что-то такое интересное сделать в нашем жилом комплексе Раута на сортировке. Раута переводится с финского как железо. Ну, все началось с той самой композиции на форум 100. Зачем это? Мне кажется большую добавочную стоимость может это жилому комплексу не даст. Но привлекательность к району какому-то концертировку добавить. Жителям будет приятнее жить. Ну и вообще мне нравится смотреть на жилые комплексы как бы все-таки какое-то немножко искусственное. Мне не хотела чтобы это были просто дома. Мне бы хотела чтобы было приятно находиться буквально попадая на территорию заходя в свой подъезд и чтобы они чувствовали уникальность своего живого. Возможно вот для этого. А за пределы жилых комплексов выйти? Как вы на это смотрите? Потому что ну внутри понятно это пространство за которое застройщик отвечает и в той или иной степени занимается украшательством и за это декоративно-прикладное искусство. А мы говорим наверное все-таки про что-то более такое концептуальное что украсит собой микрорайон допустим или город в целом. Или это как-то совсем далеко и слишком ответственно? это ответственно ну да я понимаю что это определенная финансовая нагрузка а европейцы они свои денежки считают очень хорошо но мне вот лично мне эта история очень нравится я как макетолог застройщика я готова вот каких-то других историях начинать часто ну то есть вы сейчас на старте находитесь в принципе в этом направлении двинуться готовы ну это интересно это зависит от ряда обстоятельств Александр я вам говорил микрофон это признак чего-то я вопрос задам просто узная тягу финнов к тому что нельзя просто какую-то хорошую вещь взять и выбросить что происходит с заборами в Финляндии которые расписывали именитые художники какова их судьба дальнейшая что-то про это известно они не знаю попадают на какую-то галерею в галерею под открытым небом они дальше экспонируются в каких-то специальных местах что с ними случается да вот показывала я по-моему как раз ночью бульдозер приезжает ну это же не золотой композиция иллюстратора ветры уже заявлено что она будет храниться в музее этого города то есть после того как жилой комплекс будет построен эта композиция перейдет в руки о круто потому что я так плачу иногда увидишь что пропадают фрагменты например давних старинных длинных историй Екатеринбурга наверное одного из первых больших фестивалей с рисованием нас явно не в музее это утаскивает мы знаем куда это утаскивает да окей спасибо большое Юль я думаю если вопросы к ней будут обязательно и мы зададим и наши спикеры и публика в зале ну что дальше по застройщикам да наверное Мария давайте вы нам что-нибудь скажете как папа на это все смотрят что делают за мной столько спикеров столько разных историй у каждого свой подход такой разный юрид в зависимости от страны мы подумали о том что папа и карта это же все-таки от людей и для людей и в своем проекте парк столиц решили реализовать проект во-первых организовав некий конкурс сбор идей по тому какой должен быть арт-объект на территории прилегающей к нашему комплексу собрали порядка 15 заявок от архитекторов визуализаторов со всей страны с различными совершенно концепциями со своим видением именно в связке с нашим объектом с его идеологией и историей который концептально в арт-объект усиливал наш объект и по итогу внутри нашей экспертной жюри выбрало 4 проекта эти 4 проекта уже были вынесены на общественные голосования люди жители нашего города сами выбирали какой они бы хотели видеть арт-объект на нашей площади понимая что это ответственность наших девелоперов мы тоже принимали со своей стороны решение люди выбрали свое мы выбрали свое так как территория общественная мы еще одноград советовали эту идею то есть администрация тоже одобрила и в итоге у нас произошла такая трехсторонняя история администрация горожане мы как девелопер нашли вот тот вариант который устроил всех и уже он уходит в дальнейшую проработку это получается вот как раз такая вот история публичная с одной стороны а законная с другой стороны и с третьей отражающая вот наши ценности наши мысли о том каким должно быть пространство и вот этот вот эффект когда несколько сторон договорились вот по-моему это самое главное когда мы создаем пабликар так называем картинок нету а картинок нету эх жаль тут как раз такая важная история картины на самом деле описать можно описать закрывайте глаза я начинаю рассказывать про концепцию объект находится рядом с парком столиц это живой комплекс который состоит из 10 домов и каждый дом это иллюзия на мировую столицу и сам арт-объект вот эту вот связку тоже в себе имеет это 10 башек визуальные световые такие небоскребы которые работают в формате эквалайзера подключены к интерактивной панели и каждый дом вот этот световой небоскреб отражает определенное положение ситуацию в городе который ты выбираешь на интерактивной панели каждый небоскреб он может отвечать допустим за температуру воздуха за то насколько люди довольны в этом городе какое у них настроение то есть это настраиваемые такие индикаторы которые ты можешь меняться может да да то есть это подстраивается прорабатывается отдельно программное обеспечение это как фасад Ельцин-центр ну так вот я смел надо сравнивать технологи но очень дневнично планируется то есть это некий эквалайзер состояния города который выбираешь кто платить будет за эквалайзер я чувствую себя на совещании в службу сразу вот в этот а подъезду раскидаются нет нет я просто на самом деле действительно мы вот построили мы в своем новом комплексе построили фонтан мы его к лету запустим и нам уже приходят в социальных сетях когда мы выложили этот фонтан типа и сколько нам этот фонтан будет стоить ну там на самом деле копейки реально просто смешно говорить но 40 копеек по-моему это стоит вот но вот прямо вот такое поэтому у меня вот эквалайзер который который с каким-то обеспечением компьютером с какими-то программами которые нужно ну мало того что прописать это просто а именно приходится же его еще как-то как-то поддерживать жизнедеятельность этого всего он должен с чем-то там как-то с мировым космосом наверное дружить я не очень понимаю мы как компания идут сошь космос если тоже мы осторожны с точки зрения финансового вопроса мы сейчас творческие вопросы обсуждаем вообще или финансовые а? Наталья ну хорошо ладно вопрос финансовый на самом деле реально очень важный вот когда мы поговорим про автообъекты это же ведь денег стоит реально хороших денег вот те проекты которые там коллеги презентовали ну забор это вот самое манное что на самом деле но финны-то деньги считать умеют мы же вроде сошлись никита медведь сколько стоит в месяц медведь никита амортизация медведь сейчас Маша расскажет я вот как раз про баланс и про обслуживание и не обслуживание да наверное расскажу мы то начали еще с того момента обслуживание это как бы уже верхушка а сколько стоит произвести это все насколько это все нужно еще технически продумать чтобы оно работало мы пошли по пути прототипа то есть сначала сделать что-то маленькое понять как оно живет само по себе все это отстроить все это наладить когда версия рабочая прототипа появится когда уже ого-го там оборотить весь мир потому что это проект или это точно то что будет уже воплощено из города в парк столицы то есть вариант может да может нет вероятность всегда она очень гибкая 50 на 50 или получится или не получится ну это наш первый опыт именно с точки зрения того чтобы потестировать понять вообще насколько это откликается у гаража насколько это откликается у бизнеса который может тоже партнерские какие-то отношения у жильцов у жильцов конечно в том числе справедливо на нашем указании окей да спасибо еще что-то на самом деле хочется чтобы все проекты которые мы создаем мы думали прежде всего от жителя от пользователя не от каких-то там своих альбиций не от каких-то своих желаний в том числе может и маркетинговых стратегий а всегда ставить интересы человека который будет контактировать и исходя из них уже все наши объекты все наши желания проектировать вот это вот общее пожелание думаю ко всем кто имеет свой какой-то причастник к проекту хорошее пожелание давайте мы про это еще отдельно поговорим потому что мне кажется это вообще интересная история как люди с этим все взаимодействуют надо ли им это понимают ли они то что им предлагают что за фигня какая-то нам построили нам это не надо нам надо триумфальную арку в стиле Грюнберга там условно а не вот эти вот стружки как он говорил я с впечатлением я тут пару дней назад был на конкурсе скульптур перед Кольцовым там пламенную речь Константин Грюнберг задвинул ну ладно я к тому же искусство в глазах у каждого разное идеалы этого искусства тоже разные и учесть мнение всех невозможно и поэтому тут как-то придется выбирать что мы делаем для кого и выбираем условно такой проект а не сякой проект Никит ты хотел что-то добавить или это потом? нет давайте я как раз про обслуживание содержания даже внутри у нас как раз вопрос визуально просто дискуссии на форуме 100 плюс внутри у нас опять же были внутри чего? внутри компании у нас на примере были разные конечно коммерческий директор говорит ну вы же изготовили сделали подарок городу надо бы передать на баланс справедливо опять же нет регламентов нет как бы никаких в принципе каких-то инструментов по передаче таких объектов в первую очередь на чей-то баланс ну естественно город это брать не хочет потому что это обслуживание опять же непонятно как обслуживать эти объекты но с другой стороны я считаю что когда ты как инициатор размещаешь какой-то объект в городской среде ты должен нести на него ответственность чтобы он опять же не там через год через два не стал визуальный облик этой среды портить за то что он заживел сломался и там в этом году да мы потрачили энную сумму денег чтобы восстановить опять же гришу точку зрения или небоскреб и мы пока готовы нести эти расходы на себе да тут вопрос конечно в использовании материалах конечно нужно стараться использовать те материалы которые более износистойкие то есть удары памятники делают из камня да с ним ничего не случается вот но опять же чем монументальнее ты производишь объект тем дороже в производстве при особенно при росте цен за последние два года это конечно а может сразу закладывать ограниченный срок жизни памятника ну условно год простоял два там снаряд и у нас в этом году как раз есть два временных объекта были надувные полоковы хором а 100 плюс надувная волшебная гора который находится в кино культурном центре омега то есть какой-то объект на туле-стуле и все собственно какой-то объект может быть временным какой-то постоянным надо смотреть как люди взаимодействуют с ним принимают ли они этот объект и дальше уже смотреть можно всегда в какой-нибудь свой двор его переместить но тут уже сказали что на сортировку хотят ваш памятник тащить с коллегой конкурент Саша недавно рассказывал про какой-то временно постоянный объект ты расскажешь да Наташа ну давай тогда раз уж у тебя микрофон тем более ты уже начала пламенно выступать тебе слово я представляю застройщик первостроитель у которого немножко свой взгляд на развитие территории застройщик занимается последовательным развитием одной и той же локации это бывшая территория уралобуви где с начала 2000-х годов предприятие было снесено и на этой территории начали выстраивать современное жилье но помимо жилья мы в том числе взяли в свои руки развитие всей инфраструктуры в том числе все инженерки это ну вот застройщики понимают о чем речь это не последняя милия до дома мы перестроили всю инфраструктуру все инженерные сети все коммуникации мы построили свою котельную мы построили сделали в общем создали некий такой город в городе он внутри этого города в городе старых домов этого города у нас уже есть старые дома и новые дома там есть свой бульвар мы исходили из того что сообщество которое займет место в этом городе то есть купят квартиры а квартиры как правило изначально покупали люди у которых есть эмоциональная привязка к этой локации вот Дима Москмена тут нет он сам из этой локации он у нас был и любит знает у нас эту локацию ее не надо было наполнять какими-то историческими смыслами потому что они в ней уже были у нас ну у нас до 50-го года на территории стоял паблик под названием памятник Сталину у нас есть свой объект который монумент воинов которые ушли с Уралобуви на войну и мы его перенесли сейчас на публичную часть на улицу Мира на бульвар но передали на баланс администрации города Кировского района но тем не менее этот памятник мы за ним следим и реконструкцию в этом году будем производить мы не город поэтому ну вот какие-то исторические такие вещи да с чем связан этот район они у нас ну изначально на подкорке у наших людей и вместе с этим люди в течение всего этого времени росли сейчас вот у нас есть люди которые покупают уже третью квартиру в этой локации ну то есть росла семья у нас недавно мы как раз брали интервью такой девушке они с мужем купили первую квартиру когда поженились сейчас у них двое детей они купили третью квартиру и все там же то есть в новых объектах это уже целое сообщество выращенное и вот сейчас мы понимаем что наше сообщество доросло до того что когда мы их спрашиваем а что еще вам нужно в этой локации мы регулярно спрашиваем потому что мы их всех знаем мы всем продавали квартиры четвертую хотим ну нет уже не о квартирах речь а именно о том чем еще дополнить локацию так мы собрали некие вещи что им нужны там коммерческие структуры и их мы тоже строим но вот сейчас у людей потребность уже выше и мы для себя приняли решение сейчас идет дюжентирование следующего года что в следующем году в нашей локации появятся арт-объекты в том числе я пока можно не буду говорить но это все-таки внутри я правильно понимаю или это куда-то пойдет это крутая история это микрорайон это микрорайон помимо нас здесь в этом микрорайоне ходят живут пользуются всей этой инфраструктурой те кто живут и в старом жилом фонде и те кто купил дома там в какой-нибудь ну кто у нас там рядом базилик и прочее ну то есть это не только жители микрорайона мы конечно то есть это выходит 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 и то что мы показывали и предлагали а то что мы будем делать в следующем году это уже совсем будет для жителей города которых мы позовем к себе но если ты не готова сказать что это будет хотя бы объясни как будет выбираться то что вы там поставите то есть вы сами решите или я не знаю это будет какая-то демократия опрос еще что-то в этом роде это будет конкурсная история то есть вы отгибаете конкурс да и ожицы и чего ничего они получат подарок для них да понятно окей ну вот вот такая позиция ну хорошо ну в общем тоже получается движетесь в этом же направлении да то есть не было ничего или там почти ничего сейчас как понимаете что это необходимый элемент как бы у нас просто сама позиция такая развивать не просто дома строить и продавать улучшать улучшать да и мы поняли что наш улучшатель сейчас на такой стадии когда ну следующее что хотелось бы улучшить после того как мы откроем там обещанный ресторан и фитнес-клуб это ну вот уже понятно как у классики базис сейчас как бы мы уже пошли отстроить ну то есть для того чтобы повесить красивую квартиру нужно вначале красивую стену ее красиво заштукатурить покрасить а потом уже на нее вешать красивую картину либо эта картина будет условно ну закрывать дырку на стене или маскировать под нечто художественное высоко сито так это все разом мы же понимаем что куча задач они одновременно существуют я кстати недавно был на новоселье у товарища в доме который построил брусника и там во дворе лежит бревно и я вот думаю это арт-объект или это для детей чтобы они лазили можешь не отвечать на этот вопрос мы просто подумаем давайте что-то все знают все знают я один такой наивный ну ладно окей Саша ну давай может где нам что-нибудь скажешь у нас девелы первые выступили сейчас будет такой взгляд снаружи спасибо ну во-первых надо вообще с терминологией разобраться потому что когда люди произносят слово пабликард все начинают думать это что-то такое современное такое что-то придуманное вот буквально-таки в последнем десятилетии двадцать первого века хотя на самом деле это все неправда это не так пабликард одна из старейших отраслей проявлений искусства в мировой истории поэтому практически все с чем публика так или иначе сталкивается выйти из своего дома это можно назвать пабликардом я очень люблю эти примеры приводить потому что это не совсем очевидно но с другой стороны если посмотреть ты расставляешь точки и понимаешь что это оно и есть к примеру публичная казнь вы знаете что Екатеринбург это был последний город обожаю например российской империи в котором произошло сожжение за колдовство на том месте где стоит два уродных чурбана подписанных неправильно Денин Датищев там было место где производились казни в том числе и казнь через сожжение сожжение как правило полагалось тем кто был улечен в колдовстве в 1700 ком-то-махтатом году в общем это произошло сожгли двух человек по обвинению в колдовстве это паблик-арт потому что публика приходила публика смотрела публика испытывала определенные эмоции публика потом рассказывала а вы были там да были хорошие интересные было события если вы вспомните то например в британской истории еще до недавнего времени публичные казни это была часть общегородского интересного времяпрепровождения такой интертеймент стопроцентный паблик-арт вообще любое аутодофе скрытно казнить преступников стали только в двадцатом веке до этого все казни это были чистой воды паблик-арта какой прекрасный паблик-арт устроили в 1795 году например в Париже и всюду вокруг после великой французской революции все это паблик-арт пабликом-артом является например и горячо но любимый самый-самый старый деревянный человек на земле я имею ввиду шагирского идола это тоже паблик-арт пусть и с религиозным наслоением но по большому счету это уже оно самое есть что бы вы не выставили в публичное пространство и обозрение это практически сразу становится паблик-артом по той причине что есть паблик то бишь публика и есть некое произведение какая-то заявка какое-то высказывание я сейчас немножко подтормажив просто когда работаешь ноутние эфиры поставишь 5.40 к вечеру начинаешь пить как старая больная обезьян поэтому немножко буду делать паузу вы уже меня за это простите теперь что касается паблик-арта его целей и задач по большому счету мне очень нравится несколько историй когда вот такие проявления искусства вдруг неожиданно из временных явлений каковым они в новом формате и стали начали превращаться в что-то более постоянное как вы понимаете любой в принципе памятник любая скульптура любой арт-объект выставлены на всеобщее обозрение будь то статуя вождя будь то пачник царя освободителю или Ванька голый эрзи это все по сути паблик-арт и заметьте в первые годы нового молодого советского государства советской республики в формате паблик-арта временного практически каждый памятник и появлялся именно поэтому такая чистота была смен тех композиций которые появились на месте снесенного памятника царю-освободителю построенного на народные деньги в центре Екатеринбурга на площади теперь 905 года там был Иванька голый там освобожденная была свобода такая же почти с факелом как в Америке там был и памятник Сталину там был здесь сейчас Левиц стоит в том же самом месте была трибуна и стоял Сталин и потом уже в 70-х годах появился там Ленин которого вы сейчас прекрасно знаете достаточно типичный проект все это паблик-арт чистой воды как правило первое время когда особенно денег не было на то чтобы это было продолжительным событием остающимся здесь на века потому что себе такое позволить могли короли большие чиновники и боссы паблик-арт но всегда выступал в формате такой мы сейчас временно тут поставим покажем вы потом ну наверное понравится может еще подремонтировать подреставрируем постоять похоже ситуация случилась в городе ветров великолепный американский город Чикаго он же город в котором вы все знаете есть знаменитая зеркальная фасолина если вы приезжаете в Чикаго вы видите эту фасольну если вы играете в классную игрушку watch'n dog один или два вы тоже отходитесь в Чикаго можете фасольну посмотреть эта фасольна изначально была установлена временно ее туда разместили с таким взглядом на будущее годик постоит потом мы ее уберем и когда начались разговоры в муниципалитете про то что время выходит вот год прошел время самое эту прекрасную бобовину убирать зеркальную люди спалашились в смысле какого хрена вы собираетесь убирать фасольну она всем очень нравится вы не можете просто взять и убрать потому что мы считаем что эта вещь должна стать здесь навсегда и в результате давления общественности фасолина стала таким же символом Чикаго как статуя свободы Нью-Йорка поэтому как мне кажется путь современного пабликата в условиях демократической или квази демократической государственной структуры она должна быть именно такой раньше авторитарно являясь императором являясь царем являясь каким-то еще ничем не стесненным руководителем цезарем тем же который сказал Сеналту отдыхайте я буду до конца жизни править вы ставили свою персональную скульптуру или скульптуру своего отца своей матери как проявление своей грозной воли и воли навязанной сейчас это к сожалению или к счастью в основном не работает хотя мы все равно видим что военные вдружают на площадь перед АДО памятник парализованному контрразведчику у которого приволакивается нога и странно топор заняться никого об этом не спрашивают но это чистое проявление авторитарного взгляда на того каким должны быть пабликар объекты на самом деле в современной действительности арт-объект должен таким чтобы он был выброшен например художником и теми кто его спонсирует на улицу и улица бы приняла решение сохранить его оставить или нет я думаю что когда клавиатуру Атом сделал свою и она только разместилась ну и кстати надо сказать что кто-то пытался воровать ее и регулярно клавиши исчезали так вот не было наверняка мнение о том что клавиатуре исполнится 10, 15, там 20, 30 лет тем не менее городское сообщество городские жители неравнодушные сделали ровно то что и должен делать с пабликартом житель мегаполиса житель города деревни и так далее он его либо принимает либо он ему заходит либо он ему не заходит появилась вокруг него целая история появилось целое содружество которую эту клавиатуру и оберегают и реставрируют и ремонтируют и перекрашивают и след за тем чтобы она хорошо выглядела вот именно в таком формате нынешний пабликарт и должен возникать как мне кажется действовать все остальные истории когда сверху нам говорят у вас кажется маловато перед геймштабом памятников Жукову давайте-ка поставить теперь его на виллисе на виллисе есть а ведь вы знаете Жуков очень любил борщ почему бы нам не сделал памятник Жукову за борщом это все неправильный подход будет к таким произведениям искусства именно через косой взгляд через губу через смех через сатиризацию через высмеивание и прочее и прочее хотите если чтобы вашим памятником было именно так тогда вот таким образом подружайте в другом случае я бы рекомендовал конечно же выставлять и смотреть как город отреагирует на месте ли объект понравился ли он прижился ли он в таком тестовом формате уже и решать насколько он городу подошел поэтому если говорим мы о современном пабликарте о искусстве для народа который не символизирует лидерство некого персонажа будь то дучи Муссолини будь то это Владимир Владимирович просто говорят примерно такого же неважно сейчас это неправильная система размещения арт-объекта в формате пабликарта теперь он приниматься не будет то что возникло и те разговоры которые возникли вокруг глины номер 4 в Москве это обалденный экспириенс и именно через это должны проходить все арт-объекты я уверен что будет нужда фонд заберет глину перейдет в другое место и продастся бешеные деньги ну а если все-таки москвичи через год будут приходить назначать свидание давай встречаемся с тобой у глины это значит что город принял в конце концов Москва как мы помним принимала Колумба с головой Петра и ничего в итоге протестов особых не было посмотрим как отреагируют на глину москве москвичи Тюргенеровского через год ровно сверим наши координаты наши пульсы наши часы ну мне кажется основная такая водная структурная история про пабликарп на этом может считаться завершенной надеюсь это достаточно спасибо Саша да это введение к лекции дальше коротенько минут на 40 будет продолжение но не сейчас кстати по субботам подключайтесь в инстаграме я как раз лекции вот у меня спрашивал что я преподаю я преподаю медиа медиакоммуникации блогинг и да и мы поскольку на дистанционке у нас четвертый курс мы делаем лекции в инстаграме ну ок на самом деле это прикольные примеры все и тут есть о чем подумать мне кажется действительно водораздел можно провести даже там условно говоря по линии официальное искусство неофициальное искусство да официальное то что как раз насаждается сверху условно говоря паблик это то что идет снизу я считаю то что делает бизнес и то что он там те же самые девелоперы готовы устанавливать вот это то что мы можем называть паблика ну смотри я думаю мы все таки мы говорим про разные вещи мы говорим про разные про сверху снизу смотри все равно официоз может быть и в таком формате если официоз говорит давайте мы посмотрим как-то здесь полежит кодик это правильное поведение для официоза тоже уж не важно если бы они поставили джип это не типичное это Amy почти все что считается здоровым 女 Они-то боятся почему-то, практически по любому существу. Они его взяли уже на баланс. Да, они уже взяли на баланс. Давайте их заставили просто. Я про то, что поставить памятник и посмотреть, как его примет город. Город будет отмываться, лишь бы не взять это на баланс. Ну, город, я имею в виду, конечно, не город-администрацию, неважно, что там стоит, фамилия Орлов или Чернецкий. Либо граф, либо любитель автомобилей, либо поэт. Вот так, но без фамилии, да, ведь можно так? Если без фамилии. Витиевато. Так что, вот мне кажется, вот так надо с памятниками и... Слушай, а как бы ты говоришь, надо посмотреть, как народ реагирует? У нас в большинстве случаев практически на всё народ безмолвствует. И чего? Смотри, ну нет. Это не наш город, у нас народ на всё протестует. А, всё равно. Ну окей, смотрим через год. Появился ли топоним из-за этого произведения? Вошёл ли он в диккурс, вошёл ли он в разговорную речь? Это всё и отслеживается, всё можно посмотреть, там, по геолокациям, которые начали появляться вокруг этого места и так далее. То есть, тут я проблему не вижу, я как раз таки вижу проблему, что некоторым становится грустно или жалко, а чему убирать-то будем? Ведь мы такую штуку классную поставили. Вот совершенно чудовищные памятники, как мне кажется, но их много на Вайнера, да, «Мечтатели» называется. Это который? Ну как, где девушка с парнем сидят, у него и у неё заброшены ботинки, они, видимо, стали толстовцами в процессе вот этого сидения и любования на прекрасный уральский закат. Поэтому, вот совершенно чудовищная работа, ну, по которой… Ну, на самом деле, мы тут плавно подходим к важному буту нашей дискуссии вообще о неких правилах игры, да, кто и каким образом их должен, может устанавливать. Тут, наверное, власть захочет в какой-то момент вмешиваться, да, и говорить, что мы считаем… Роскомнадзор точно придёт за чем-нибудь. Ну, там, Росархнадзорская, ещё какая-нибудь структура. И, собственно, вот это важный момент. И, опять же, условно говоря, вот кто может Заводовскому и Погребинскому указать, что им ставить перед? То есть, внутри – окей, как бы, да, а что снаружи там? А что стоит? Перед Гринвичем или там перед пассажем стоит. Вот что вы знаете? Я хочу на эту битву титанов посмотреть. Представляешь, Минобороны выясняют отношения. Минобороны свой заборчик… Да-да-да, вот в этом и прелесть, знаешь. Две башни, две крепости. Нас поставили перед фактом, что там сейчас будет два памятника Жукова. Нас поставили перед фактом, но, вы знаете, вот кто мог бы, как бы, пообъяснить подробнее на новом танке «Аромата», там, например, Минобороны могли бы быть. Кто еще с Погребинскими мог бы договориться? Вряд ли кто-то еще. А «Аромата» не есть, по-моему, до сих пор. Но за то, как красиво стоит. Монументально, как тема нашего сегодняшнего разговора. Артем у нас еще пока ничего не сказал. Артем, ну, может быть, вы нас рассудите, а? Как быть? На самом деле, у меня, по ходу того, как высказывались спикеры, появлялись какие-то комментарии. Вот. Я работаю в Государственном музее, он назывался Центром современного искусства до 2016 года. И именно он, как бы, начал выводить искусство в публичное пространство в Екатеринбурге, потому что центр появился в 99-м году, и у него не было своего помещения, здания. Поэтому улица – это был такой первый канал коммуникации и, как бы, площадка, на которой можно было поговорить с большим количеством людей. Да, потому что люди, в принципе, были не приучены к современному искусству. И, ну, будем честны, сейчас люди, большая часть населения страны, Екатеринбурга в частности, относятся отрицательно к современному искусству, предполагая, что это что-то непонятное, что-то бесполезное и тому подобное. Вот, и поэтому наш филиал начал потихоньку в более доступных форматах разговаривать с аудиторией. И, как уже Саша сказал, фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга», он появился в 2003 году, и это был такой ответ на актуальную до сих пор ситуацию, да, Екатеринбург – это город, который постоянно строится. Собственно говоря, тема этого года фестиваля «Публикарты Чо» называется, звучит как «Город в лесах», и она отчасти посвящена образу Екатеринбурга, как Екатеринбурга – города вечно строящегося и меняющегося, да. Вот, и, конечно, тогда, в 2003 году, огромное количество вот этих, ну, во-первых, стоит сказать, что граффити тогда не так было развито, да, и было меньше, ну вот, скажем так, художников-самоучек, которые выходили просто с баллонами и красили забор. Эти строительные заборы просто пустовали, поэтому, как бы, в ответ на эти свободные поверхности появилась идея делать такую монументальную живопись на строительных заборах. Каждая ячейка выступала таким полотном для, скажем так, комикса, да, то есть некоторые работы существовали таким образом. Но, допустим, был такой пример, я, к сожалению, не помню, в какой конкретно это локации было, потому что, ну, я уже был в несознательном возрасте, мне кажется, еще. Вот. Помню, что один из проектов, как бы, каждый ячейк вот этого строительного забора – это был месяц строительства конкретного объекта, который он обнараживал. То есть художники уже тогда, в 2003 году, начинали работать плотно с контекстом, когда делали, с локальным контекстом, где располагалась работа, когда создавали свой проект. То есть это не просто росписи на заборах были, да, это работы, которые связаны с конкретным местом. Собственно говоря, фестиваль «Длинная история Екатеринбурга» сейчас называется «Длинная история Перминь» и приехал туда, как бы, получилась такая ракеровная фестиваль стенография теперь выполняет эти функции, да, занимается муралами и монументальной живописью в городе. Вот. Но помимо фестиваля «Длинная история Екатеринбурга» был ряд других фестивалей, которые тоже инициировал наш филиал в то время. Это и «Мозаика на Мурту», тоже проект голландского художника Арна Хумена, и ряд других проектов я просто хотел бы немножко про другие рассказать. Вообще, Саша правильно сказал, что искусство в публичном пространстве — это искусство, которое находится за стенами вашего дома, это не только улица, это и торговый центр, это и библиотека, места общего пользования, скажем так. Вот. И поэтому очень важно, наверное, работать в том числе с аудиторией вот этих мест общего пользования, но, опять же, библиотеки, общественный бассейн, может быть, и тому подобное. Вот. И это объекты, которые встроены в инфраструктуру, в том числе застройщики, которые сегодня здесь присутствуют. Вот. К нашим примерам. Вот совсем недавний пример. Мы там по касательности с этим проектом взаимодействовали, но в Ранили есть старая суконная фабрика. И тут можно говорить про взаимодействие искусства и бизнеса, потому что владелец нынешнего этого здания вышел сам на краеведческий музей, предложил делать там какие-то активности, вносить туда искусство и тому подобное. Они получили грант. То есть, как бы, с точки зрения финансирования, бизнес и владелец этого здания особо не получаствовал. Он предоставил помещение для размещения объектов там, причем на каких-то льготных условиях, да, тоже не на безвозмязной основе. Вот. Но я к чему. Первый проект, точнее, первый художник, который работает, слово арт-резиденция Брусникова сегодня озвучивала в формате резиденции, это Людмила Калимченко. Она живет недалеко от Арамиля и свои проекты очень часто снимает в ландшафте недалеко от города. И вот она переосмыслила один из своих проектов, предложила жителям города Арамиль пособирать пластиковые бутылки для вот этого объекта, который она создавала. И на тот момент в Арамиле не было ни одного пункта сбора пластика. На момент, когда презентовали проект, появилось три. И это вот как бы вот этот эффект социального искусства, который может быть и к которому необходимо стремиться. Собственно говоря, мы из этих же соображений немножко раньше делали проект Рома Бантика совместно с Мегей, потому что в Меге есть центр раздельного сбора мусора. Собственно говоря, при помощи него мы собрали 7000 банок. Ну, представим, что это 7000 человек, которые поучаствовали в создании объекта. Вот. И помимо того, что люди принесли эти банки и они превратились в искусство, другие люди, знакомясь с этим объектом, узнают, что есть центр раздельного сбора мусора, становятся его посетителями, разделяют ценности художника, ценности Меги бизнеса или ценности другого девелопера, который как бы тоже участвует в подобных проектах. Вот. И мне в этом плане очень нравится позиция Атомстройкомплекса, потому что, если говорить в одном, мы сейчас обретим внимание, я обращу внимание, что с нами почти все представители, как бы, маркетинговых отделов, да. Как правило, ну, мы, Атомстройкомплекс не первый к нам пришел из бизнеса с предложением сделать какой-то совместный проект. Как правило, к нам приходит именно маркетинговый отдел, и необходимо решать конкретные задачи, да. То есть, должен быть и оплату проекта, и это должно быть что-то красивое, что-то интересное, что-то цитируемое, упоминаемое, да, в СМИ и тому подобное. Вот. И в этом плане, конечно, необходимо находить вот этот баланс и искусства, и интересов маркетинговых, но в случае с девелоперскими компаниями очень важный момент, что это такая инвестиция в будущее конкретного места и конкретного сообщества, да, потому что, ну, у девелопера, очевидно, существует задача решить какие-то базовые потребности, чтобы человеку было тепло дома, чтобы были рядом магазины, куда он может сходить за продуктами, чтобы было, где поставить машину и тому подобное, но за этими потребностями есть потребность какая-то культурная, да, потребность общения с соседями в том числе и девелоперы через искусство могут эти задачи решать, да, создавать какие-то общие места места общего пользования. В этом плане у нас тоже есть такой пример, ну, это не относится к, там, жилым комплексам, это относится к публичным пространствам. Мы делали проект в 2012 году в Нижнем Тагиле, и у них центральная, ну, как бы не площадь, парк культуры и отдыха находится на берегу водохранилища, и это пространство, оно просто закатанное в асфальт, люди почти не используются, да, туда приезжают фотографироваться во время, там, свадеб, проводят, создают какие-то временные конструкции для фестивалей, средние города и тому подобные, сцену ставят, но большую часть времени это просто вот такое пустое поле, которое люди не используют. И приезжал американский художник Николас Фрейзер, он работает в такой специфичной технике, создает временные надписи на городских улицах при помощи такого мелового порошка. Он создает трафареты, насыпает эти надписи, и они, в принципе, носят какой-то такой посыл об остротечности времени, об изменениях, об экологии и тому подобное. Вот, и он, приехав в Россию в первый раз, приехав в Нижний Тагил, ну, как бы, то, что он увидел, его поразило, потому что вот эта отработанная система Советского Союза, когда все было прекрасно, ну, так скажем, до 91-92 года, и то, что случилось потом, когда люди оказались неприспособлены к новым условиям, и приходилось, как бы, учиться заново в них существовать. И он придумал такой проект, он назывался «Базовые правила», и, как бы, это была такая отсылка к исторической ситуации, но он предложил использовать вот это публичное пространство для того, чтобы люди там проводили время, и есть два предприятия основных в Нижнем Тагиле. Он собрал группу с одного предприятия, группу с другого предприятия, рассказал о том, что есть такая игра, которая называется «Софтбол», это, ну, разновидность бейсбола, вот. И, собственно говоря, у них было несколько обучающих таких сессий, но суть этого проекта была в том, что у «Софтбола» есть, как бы, поле, да, с границами. Собственно говоря, вот эти границы в технике автора были начерчены, и правила игры были написаны, как бы, по периметру вот этого пространства. И, как бы, изначально люди знали правила, но не знали их, как бы, наизусть досконально, то есть они в процессе игры обучались правилам, и это абсолютно, как бы, мне кажется, прекрасный пример пабликарта, потому что это не постоянный объект, да, который там находится, то есть это не структура, она не решает каких-то дизайн-задач, но это то, что позволило людям увидеть другую функцию места и проводить в этом месте время по-другому. Собственно говоря, уже после проекта вот команды этих предприятий продолжали собираться и играть в софтбол. Я, к сожалению, не знаю, времени очень много прошло, мы особо не следим за городами, да, в которых мы когда-то делали проекты, но, тем не менее, там, вот в течение следующих трех лет этот эффект сохранялся, и люди к этому пространству относились по-другому. Вот, и мне кажется, что вот таких инициатив, на самом деле, не хватает в Екатеринбурге, чтобы по-другому посмотреть на общественное пространство, посмотреть на места общего пользования, и, просто я сейчас попытаюсь договорить, мы в этом году в рамках публичной программы запустили такую серию исследовательских семинаров. Это проект Полины Ивановой, наверняка многие знают, да, это исследовательница, которая главной хранится Белой башней на Уралмарше. Вот, она исследует архитектуру и авангарда, и сейчас... ...совмода, да, советского модернизма, и Полина заметила, что, ну, там, городу скоро 300 лет, но муниципалитет, в принципе, правительство не особо обращает внимания на интересы сообщества, и решила провести вот это исследование, чтобы показать, что сообщества, на самом деле, за 300 лет на ткань города повлияли очень сильно. Тут, как бы, элементарный пример, да, вот когда-то у нас появилось общество любителей естествосознания, которое явилось инициатором создания, там, первой библиотеки, первого музея, зоопарка и тому подобное. Таких сообществ очень много, собственно говоря, вот результаты этого исследования мы сможем увидеть в следующем году в публичном пространстве, и это тоже один из вариантов работы, как бы, в публичном пространстве. Это не только объекты могут быть, это могут быть исследовательские какие-то проекты, проекты и выставки, которые рассказывают историю конкретного места. Вот мне кажется, просто компания первостроителей из всех присутствующих наиболее выгодное расположение и исторический контекст имеет, да, то есть, несмотря на то, что сообщество уже знает, да, что там располагалась фабрика Уралобувь, но просто у вас же очень непростая история в том смысле, что это непосредственно предприятие Уралобувь, которое строило для своих нужд изначально какие-то старушения. Да, строители именно оттуда пошли. Это УКС Уралобувь, который строил и здание самого, ну, и эти фабрику саму, и всю инфраструктуру, и дома, которые там по миру, они до сих пор стоят. Это дома все построены компанией Уралобувь. И это то, о чем вы можете говорить и, опять же, привлекать художников для того, чтобы это как-то культурно и интересно оформить. Да, именно такая идея есть, да. Вот, и компания Бузныка, мне кажется, тоже здесь один из таких примеров, потому что те участки, которые им сейчас принадлежат, они тоже имеют какую-то историческую значимость, да, допустим, вот мы видели участок на улице Первомайская, перекресток Проспоритарской, да, это тоже важное для индустриального города, для Екатеринбурга место, место с историей, и, опять же, через искусство можно об этом говорить и с людьми, которые там будут пользоваться этим пространством, и с людьми, которые туда будут приходить в гости. Не хотелось бы очень много времени занимать эфирного, вот поэтому, если будут какие-то еще комментарии, вопросы, я с удовольствием что-то еще разобрать. Малюстенький комментарий по поводу Тагилы и софтбола, версии более мягкой, бейсбола. Короче говоря, в Тагиле родился и уехал в Японию легенда японского бейсбола. Он родился в 16-м году, но это прям крутая история, почему-то в Тагиле, Тагил — это единственный город Российской Федерации, где есть легенда, точнее, откуда родом легенда мирового бейсбола. Вот его звали «Голубоглазый японец» или «Голубоглазый ниндзи». То есть это крутая история, поэтому там наслоение смыслов, когда появляется в паблик-арте, это всегда здорово, и как раз-таки работает на то, чтобы произошло пролонгирование его существования на этой площадке. То есть вот чем больше легендарных слоев вы находите и паблик-арте трогаете, тем вероятнее, что жители, горожане, публика захотят, чтобы этот временный объект стал постоянным. Кстати, про временный объект, который стал постоянным в нашем городе, такой очень... Это «Голубышев»? Нет, это «Гресло». Это объект «Тимыраде» абажуры, который изначально воспринимались администрацией города в штыки. Они там что-то писали по поводу того, что... Им там не положено. Не положено, и там забор, вернее, фонари сломаются и так далее. А теперь это уже, ну, просто зима без фонарей. Ну, открыточные формы уже, варианты. Да, это уже открыточные, это уже художественные варианты, это уже символ города. А как там «Голуби» сидят? Слушай, кстати, по поводу грязи, я сегодня специально, в общем, собирался... Нет, 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 но я сейчас не буду уже цитировать твиттер Ройзмана. А ты можешь? Ну, конечно. Ну, давай. Там же ничего сложного. Да нет, давай... У нас же есть твиттер Ройзмана, у нас есть комментарии Ройзмана. Да. Слушайте, ну, короче, я сегодня специально с утра помыл ботинки днём, помыл ботинки снова в грязи. Я совсем думал, что вот он, непроходящий, действительно, паблик арт, ты сказал, это екатеринбуржская знаменитая грязь. Слушай, когда я сегодня вышел из дома и понял, что там лёд, надо на коньках ехать, я взманился, чтобы грязь вернулась. Потому что это, по крайней мере, не травмоопасно. Да камон, ещё как опасно. Вон Семен недавно бегал по такой штуке, видимо. Фотки выкладывал в фейсбул. Слушайте, последняя реплика, я её скажу, и я попытаюсь уехать, потому что надо гулять с собакой. Давай. Грустные новости пришли. За 12 лет, последние в старинных русских городах, было уничтожено, ну и так, знаете, 77% старинной застройки. 77%. При этом самая страшная бомбардировка в истории Второй мировой войны, это бомбардировка Дрестона, где было уничтожено 80% зданий исторических. Ну, в общем, те, которые там тогда были в моменте. Вот, сопоставьте, что происходит, и спасёт ли нас пабликарт, да, наверное, хорошо, но надо что-то ещё видеть. Спасибо, я закончу. Спасибо. Так, ну что, давайте, может быть, собравшиеся здесь тоже скажут или спросят, если есть желание, вы рукой мне махните, пожалуйста. Может быть, есть какие-то мысли, идеи о том, что такое пабликарт, его бытование там и так далее. Микрофон на? Давайте. Всем здравствуйте, меня зовут Владимир Петелин, сеть кинотеатров «Премьер-зал». С недавнего времени мы, может быть, не пабликартам, но как минимум культурной программой в своих кинотеатрах пытаемся заниматься. И уже не раз упомянутая гора Качканар находится у нас на объекте. И хочется отметить, наверное, тот момент, мне приятный, кроме того, что у нас такое интересное сотрудничество складывается с Атомом. Но и то, что люди реагируют на подобные объекты, в частности, гора Качканар вызывает интерес и взаимодействие с людьми. Там вот есть в ней такие, кто не знает, шахты, которые закрыты такими тканями на липучках, закрывашками. Так вот, они начали отрываться. И управляющий кинотеатра подходит ко мне и говорит, ну вот, люди уже все оторвали, отрываются. А я думаю, блин, классно же. Значит, они взаимодействуют, они открывают, туда лазят что-то детям, чаще всего детям, но и взрослым. Это интересно. Вижу и взрослые подходят, и руки туда засовывают. Но, как бы, когда такие вещи осознаешь, становится как минимум приятно, и понимаешь, что это не зря. И вот мы, как бы, для себя определились, что мы хотим в каждом своем кинотеатре что-то подобное делать, реализовывать. Если вдруг у кого-то есть идеи, то мы открыты ко всем. Спасибо. Батуты коротки. Максим Парацент как раз свернул свои батуты во всем городе. Уже нет. Насколько я понимаю, уже нет там вся схема закончилась. По поводу этого объекта я бы хотел, потому что, мне кажется, не все знают, в принципе, вот выбор формы, да, как бы надувной объект, похожий на батуты, очень яркий, привлекательный для детей, был выбран, как бы, исходя из той-то ситуации, в которой мы жили летом этого года, да, бесконечные споры по поводу размещения батутов в общественных пространствах. Вот, но этот объект, он, как бы, очень содержательный, потому что сами художники работают очень часто с бывшими употреблениями вещами, да, и тут они предложили поговорить с детьми, начать этот разговор о экологичности, о потреблении ресурсов, да, через вот такую городскую игру в археологах, да, то есть это вот эта надувная декорация, гора, она имеет, по-моему, около сорока отверстий, это такие карманы, на липучках ты ее открываешь, подошлываешь руку и достаешь оттуда объект, который делали, собственно говоря, художники вместе с детьми из бывших употреблений вещей. Это какие-то полезные ископаемые, кристаллы, животные, это какие-то археологические, да, находки. И, собственно говоря, перед тем, как ребята делали эти объекты, они вместе с преподавателями узнавали что-то. Это были такие познавательные мастер-классы, где там в течение 45 минут у них была лекция, ну, увлекательная, да, и остальное время они создавали объекты уже непосредственно с художниками. Собственно говоря, это вот такой простой объект, на самом деле, по форме, который ориентирован тоже на переосмысление, перепрограммирование каких-то паттернов нашего поведения и тому подобное. Вот. Но это вот один из примеров, да, мне кажется, что довольно удачных. В принципе, в будущем году мы думаем, что этот объект может поехать в малые города Урала, да, у него есть вот эта мобильность в нем заложенная, она как бы создает потенциал обхватить большее количество населения. На самом деле, вот я, как бы, идя на эту дискуссию, сразу понимал, как бы, о чем стоит говорить, и, может, как бы, мой комментарий как-то повернет нас в эту сторону, потому что мы, как бы, в рамках публичной программы, опять же, думали о том, чтобы позвать спикеров из Европы. Это в основном муниципалитеты, которые создают программы поддержки публикарта, и, конечно, в этих программах большое значение имеют девелоперы, да, то есть в Европе, вот, возможно, да, как раз-таки в Финляндии тоже тому пример. Нет соревнования, да, какого-то между застройщиками, они все понимают, что работают над одним городским пространством и работают для людей, создают комфортную дежуну, в которой потом будет хотеться жить, покупать там квартиры. Вот, собственно говоря, эти программы, они существуют по всему миру. В Америке, в Нью-Йорке эта программа называется «1% искусство», где девелоперы 1% от своего годового оборота складывают в эту копилку публикарты, собственно говоря, они, наверное, так и избегают перенасыщения городской среды этими объектами и работают над качеством этих объектов, чтобы они действительно были уместны, чтобы они действительно были интересны сообществу. Вот, мне кажется, что если к какому-то такому формату, там, в перспективе, в ближайших 50 лет Екатеринбург придет, то это будет суперклассно, потому что Екатеринбург, в принципе, сейчас в федеральной повестке, если мы говорим про искусство в публичном пространстве, то мы все равно позиционируемся как город стрит-арта и паблик-арта. Ну, это правда, да, с этим трудно спорить. Одна из талис точно, хотя, может быть, это слово уже навязано отчасти, да? Есть что добавить? В плане вот того, что Никита заложил такую идею стандартов каких-то общих смыслов и в связке с идеей забора, у меня возник такая мысль, что если нам не продумать правила оформления строеплощадки на город, который ее спирана, правила оформления с точки зрения забор, сама конструкция такая, посылы тоже определенные заложить. И хотя бы если там несколько застройщиков, которые передовые концептуально поддерживают эту идею, что мы это не делаем из-за разряда того, что лишь бы что-то как-то вот туда вот плеет, и пусть она там живет, а чтобы это стало именно вот с точки зрения городского пространства для наших горожан приятно, чтобы это вот поддерживало идеи как уют, чтобы это стало неким таким арт-объектом и концептуальности. Это такой челлендж, это такой вызов, способны ли застройщики договориться и выработать какие-то общие правила игры, потому что их придерживаться. Для объектов здоровья не на проходных улицах к мужчинам. Делайте, мы посмотрим и оценим. На самом деле все это в плюс городу пойдет, тут, собственно, только за можно быть. Что-то у нас и зал еще есть, да? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я руководитель студии уникальных проектов, и в том числе мы изготавливаем арт-объекты, и для Никиты изготавливаем несколько элементов для арт-чо и занимаемся инструкцией старых людей. Так вот по поводу бюджетов и то, что это дорого, еще что там, на самом деле это не так, но в качестве производителя, да? У парка столиц забор оформления стройплощадки стоит, ну, как несколько арт-объектов, а привлекает внимание они больше. Ну, ваша вывеска на парке столицы точно стоит, как ни один арт-объект. Это в плане того, что бюджеты можно найти где-то там, ну, но они больше инстаграммные, больше привлекают внимание, там. Они, ну, делают лучше, чем какой-то банальный забор. Ну, да, он, понятно, как ламирует, но я живу просто еще рядом, каждый день хожу. Во дворах не обязательно делать, ну, все, так. Так, можете сделать какую-то маленькую инсталляцию, это точно будет круче. Относительно заборов, у вас есть отличный пример, это брусника. Это идеальные заборы, они, ну, вот я тоже просто изучал этот рынок и смотрел, у брусники очень классные камни, если его изучить, они, во-первых, многоразовые, что помогает им сделать один раз хорошо и использовать много-много и много раз. Я думаю, брусники скажут, что это так, да? Съем. Вот, ну, потому что много денег уходит просто на вот этот вот визуал, а потом это все выкидывается. Мне, как производителю, иногда обидно выкидывать то, что стоило, там, несколько миллионов. Ну, это все, наверное. Я бы не стеснялся предложить наш стандарт. Да, можно я быстро дополню? Меня зовут Ульяна, некоммерческая организатор стандартного 0 и уральский филиал Пушкинского музея. Вот, мне кажется, что арт-объекты, наверное, это не панацеи. Здесь Атомстройкомплекс показывает хороший пример, что любой арт-объект или арт-резиденцию, которая создается, или комьюнити-центр, который создается на базе застройщиков, на базе какого-то объекта, он не будет работать сам по себе, если туда не вложен смысл, и если вокруг этого не устраивается какая-то, наверное, событийная программа. И Атомстройкомплекс эту программу делает, и делает это в районах присутствия, в том числе, и, например, мне кажется, хороший пример, о котором ребята не сказали, это публичная программа, которую проводится в Комицеатре Заря на Уралмарше, старейшим действующим в Комицеатре Екатеринбурге на сегодняшний день. И это включение, и это создание публичного пространства на районе, которое отделено, с одной стороны, от вашего жилого комплекса, но которое является проходным местом, значимым и культовым местом в районе. И их интеграция в субботники, которые были направлены больше, будем говорить честно, не на могоустройство пространства, а как раз на объединение, на акценты на проблематике пространства этого, и которые включали в себя культурную составляющую, это, наверное, правильный подход, и спасибо Атому, что он это делает и раскачивает в нашем городе. Мне кажется, что это суперклассно, суперкруто. И я думаю, что любой бизнес, не только девелоперы, может обращать внимание и создавая какую-то культурную интервенцию в городское пространство, наполнять это дополнительными смыслами и объединять объекты, людей, за счет более глубокого взгляда, более глубокого погружения в проблемы города в том числе. Мне кажется, хорошо сказано, да, спасибо большое, я бы сказал, нарвались на комплименты, да, и брусник, и Атом, но на самом деле все заслужено абсолютно. И вот тут важные вещи прозвучали от сразу нескольких спикеров, на мой взгляд. То есть первое, если мы говорим о неких правилах игры, опять же, они, наверное, должны быть общими, да, как-то стандартизировать эти вещи бессмысленно и бесполезно, но вот про смыслы это очень правильно, да, что если арт-объект появляется, важно, чтобы в нем был заложен какой-то смысл. Это все-таки работа с контекстом, местом, историей, то есть просто так взять и пришлепли что-ли. Абсолютно, да, то есть мы против формализма, правда, пустого формализма, нас бы Хрущев одобрил. И второе, это коммуницирование, то есть объект должен коммуницировать с людьми, да, либо с жителями местными, либо с более широким каким-то сообществом, да, чтобы хотелось там с ним как-то взаимодействовать. Формы взаимодействия могут быть разными, но если они есть, значит, это действительно удачная история. Ну, Никит, мы немножко ушли как бы как раз в культурно-искусствоведческую сторону, да, может быть, имеет смысл вернуться к бизнесовой, тем более вот нас сюда возвращают, там, про деньги, про эффективность для бизнеса. Вот насчет этого, в этом контексте есть что сказать? Уже тот опыт, который получен, он уже как-то проанализировать и посчитать. Ну, вот Дима как раз говорил, да, о стоимости объектов. Ну, давайте сравним, даже хороший объект за миллион рублей, да, за миллион рублей можно сделать хороший, простой объект. Это всего лишь 6 месяцев одного рекламного суперсайта, на который, скорее всего, там, обратить внимание не так на людей при наличии у людей банной слепоты и сейчас просто рекламу как таковую не видит, да, либо объект, который прослужит вам 2-3 года. Что говорит, например, там, о пиар-эффекте, да, то есть, например, в этом году, когда мы начали больше и глубже работать с контекстом, вовлекать жителей, там, по количеству публикаций мы практически в 3 раза превысили результаты прошлого года. Что, если же мы говорим о, именно, повышении ценностей продукта, то я думаю, что это так, достаточно наивно на это рассчитывать, да, что кто-то купит, там, или повысится стоимость добавочной квартиры, если там будет какой-то автобъект, ну, я не знаю, какой-то автобъект должен быть, в такой свободе, если, то да. Здесь все-таки работа именно с брендом, работа на общий бренд, да, то есть, мы обязательно в конце года проведем исследование того, как сам фестиваль влияет на бренд Антон, а я буду рад со всеми всем все-таки поделиться, да, чтобы у всех было представление все-таки, какой эффект несет такой культурный инструмент для бизнеса, и не было, опять же, таких обманутых ожиданий у представителей бизнеса, а что, мы поставили, а квартиры чуть не продаются, вот, и так далее. Отлично. Так, еще у нас есть какие-то реплики, соображения? Или будем и тожить? Ну, собственно, для меня главный итог нашей сегодняшней дискуссии, что мы услышали друг друга, да, поделились опытом, поделились какими-то своими наработками в этом направлении. Самое главное, мне кажется, ну, вот, что это некий вектор общий для всех, да, кто-то более активно готов уже в эту работу включаться, кто-то только присматривается, но так или иначе, действительно, то есть мы как-то движемся вперед и вверх. То есть мы не просто уже квадратные метры строим, да, не просто какой-то первичный спрос удовлетворяем, а что-то еще хотим добавить. Причем не только своим объектам, которые мы как девелоперы строим, да, но и что-то дополнительное для города в целом, для людей, для городского сообщества добавить. Вот это действительно то ценное, что всячески, мне кажется, нужно поощрять. Вот насчет правил, опять же, еще раз. Как вы, ну, обсудили, да, то есть первое, это работа с контекстом. Давайте, кстати, если есть что сказать в качестве итога каждому, да, welcome. И второе, это вовлечение жителей, то есть в основном, создание объекта с помощью какой-то публичной программы, я не знаю, может быть, Артема добавить. Мне кажется, это еще такой вот самозаводящийся процесс, потому что там, условно говоря, первые объекты, это пробный шар, пробный камень, смотрим, что из этого получится, все на это смотрят, и каждый следующий шаг будет более прикольным, более эффективным, ну, скажем так, более крутым, да, в этом направлении. Вот это вот как власть. Ну, самое главное, да, делиться друг с другом опытом, рассказывать о своих, не бояться, рассказывать о своих неудачах, да, поставили, ну, да, не получилось, профахачки. Но не взлетело, разговаривались, почему не взлетело. Да, не повторят и уже пойдут верным путем. Да, да, верной дорогой идете товарищи, опять же. Артем. Более того, мне кажется, что тут важно, что все равно у всех есть свои интересы, да, и у всех есть свои ценности, и можно их транслировать через вот это взаимодействие, через эти проекты, вот. Мне кажется, это тоже на уровне договоренности можно даже поделить территорию, как бы закрепить за каждым из девелоперов какую-то функцию, не знаю, круг тем, да, и вопросы, с которыми они работают, или что-то в этом роде. Вот, но есть же какие-то органы, да, уже сейчас взаимодействия девелоперов уральских, там, не знаю, ассоциация какая-то, или что-то в этом роде. Какая-то есть. И можно как раз-таки на основе этих органов входить в диалоги, как бы приходить к каким-то первым шагам, да, совместной работы над городским пространством. Ну, кстати, да, еще одна дополнительная такая точка сборки, да, для бизнеса в целом. Потому что тут, мне кажется, как раз противоречий гораздо меньше, чем в каких-то общих историях. Еще что-то есть, ребят, спикеры, кому хочется что-то добавить в качестве итога? Девушки прекрасные. Все сказали? Задумались? Все поняли? Да, мы спросим, мы уточним. Сергей, с иронической улыбкой, как всегда. Да, все классно. Я готов вообще участвовать в любой движухе. Хотим объединиться и делать паблик-арт, ну, не то что совместный, а какой-то контролируемый. Да давайте с удовольствием. Я, конечно, живу, пребываю до сих пор в своем идеальном умбанистическом мире. И мне кажется, что главным девелопером городским должна быть администрация. И все, что касается пабликата, тоже должно быть как-то регулируемо там. Но если, там, сталкиваясь с практикой, да, у людей, наверное, есть много других задач, вот. И если мы с этим можем справиться лучше и эффективнее, ну, давайте. Я бы не делюсь все вместе. У меня вообще нет никаких противоречий. Там, Никита прекрасный. С кем? Прекрасный, замечательный человек, первостроитель, супер. Строят на своей территории и не лезут на нашу. Класс, вообще делить нечего. А, просто молодцы. Ну, то есть, у меня вообще нет никаких противоречий вот с теми людьми, которые там сюда пришли, да, и с теми. Я со всеми могу там посотрудничать. Давайте, там, не знаю, собираться, раз хватало, штурмить, делать, там, какие-то вещи для города прекрасные, замечательные. И по поводу бюджета я абсолютно тоже согласен, что, там, у миллиона рублей можно его продолбать, да, его никто не заметит. И сделать какой-то классный пабликат, наверное, миллион рублей, и он даст гораздо больший эффект. Очень интересно посмотреть на то исследование, Никита поделится, и всем это, я думаю, нам, пиарщикам, маркетологам, будет в плюс, и мы сможем прийти к своим финансистам и сказать, смотрите, ребята, вот, это дает эффект, смотрите, вот, чем надо заниматься, а не на радио рекламироваться. Ну, хотя это тоже важно. Спасибо, я буду вечно тебе признателен. А, привет, сорян. Ты думал, Сариков ушел и все, что ли? Да, да, я думал, все, капец, можно про радио говорить. Да нет, ну, на радио, это же такой вопрос. На радио тоже важно рекламироваться, здесь нет никаких вопросов, конечно. Ну, понятно, да, я же рядом, я же, как бы, я же все помню. Да, жду от тебя, капецкое предложение. Про телевидение можете. А, про телевидение, ну, отлично. Телевидение очень дорогое, да, можно оттуда миллион взять и сделать пабликарту. На радио. И про тебя телевидение... Пабликарта на радио, кстати, подумайте об этом. Отлично. Это может быть отличная идея вообще. Абсолютно революционная. Вот, сделай, пожалуйста, и телевизор... Про YouTube забыли, нет. И телевизор тебе бесплатно расскажет, поэтому, ну, вот. В YouTube уже все радио, это же такое теплое, такое родное, винтажное. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем большое за то, что пришли и выступили, за то, что пришли и послушали, поучаствовали в дискуссии. Будем надеяться, что нашими совместными усилиями, наш любимый Екатеринбург, будет становиться только краше, лучше и прекраснее. Кстати, вот тут еще важная история об этом, я сказал, мне кажется, мы движемся в правильном направлении по воспитанию художественного вкуса. То, чего, может быть, у крупного бизнеса первой волны не было, нету, в силу там особенностей образования, то есть среды, в которой эти люди росли, да? Сейчас это все постепенно появляется, укореняется, и дальше, мне кажется, должно все-таки становиться лучше с этим. И каких-то ужасов в виде пабликарта, там, уличного искусства и так далее, я думаю, мы не увидим, все в этом смысле должно быть хорошо. Всем большое спасибо, хорошего вечера, и всем будьте здоровы, это очень важно.